Такое дубное дрожжевое тесто, вот такое оно воздушное получилось, эластичное, такое ароматное, вкусное, вкусно пахнет, с одним секретом, вот, такой запах на весь дом, еще не испеклось уже запах, то есть я вот отделила одну четвертую часть, от него раскатываю на столе, буду делать пирог к чаю с джемом, вот, постелила пергамент на прудень, поставила чайник, чтобы он, ну, не это, не поднимался, буду раскатывать его, положу на прудень, сделаю бортики, намажу джемом, решеточку и испеку такой пирог к чаю, тут ничего у нас нету, как-то, как-то все съели, и из оставшегося теста сделаю такие крамлики, сделаю круглые, как рогалики, или булочки делаю, тесто вообще воздушное, такое вкусное, я уже с этого теста пекла, мне оно очень нравится, оно воздушное, не черствеет, мягкое, ароматное такое, вообще, я люблю работать с дрожжевым тестом, сдобное, особенно на пироги, на булочки, не буду многословно, продолжаем дальше все делать, пласт положила, оно так рвется, блин, воздушное, видите, какое оно уже поднимается, прям на противне, я делала осенью такой джем, джем варенье, из черной смородины, это своя смородина, из моего сада черная смородина, я специально делала густую, такую желирующую, на пироги, у меня ушла пол баночки вот отсюда, и вот так вот намазала пласт теста, сейчас буду делать решеточку, решеточку такую, обмазала яично-молочной болтушкой, яично-молочно-сахарной, и поставлю сейчас в духовку на расстойку, на средний уровень, получился, я уже смазала предпеченный пирог яично-молочной смесью, сладкой, с сахаром, и булочки, вот такие, московские, немножко сделала, розочки, и несколько крамликов, они дойдут, сейчас выключу все, оставлю духовку открытой, готовьте с удовольствием, все у вас получится, так что вот, вкусная выпечка к чаю, сейчас прохладная погода, морозы, иногда хочется чего-нибудь такого вкусненького, вкусненького, булочку smells лицам.